Всем привет! В преддверии сезона отпусков хочется немножко поговорить о дорожной косметичке, что мы берем с собой. Естественно, это должно быть что-то небольшое и очень нужное, поскольку остальное можно совершенно спокойно сдать в багаж и не думать об этих вещах до прилета, приезда. А, естественно, если мы с вами летим на другой конец нашей необъятной родины, это может занимать довольно большое количество времени. Поэтому лучше с собой запастись и взять в салон самолета самые важные и нужные вещи. Что первое нам понадобится? Это, естественно, очищение в течение длительного перелета. Так или иначе, надо свою кожу очищать, на ней будет тоже оседать все-таки пыль какая-никакая, и в салоне самолета она есть, и в поезде она есть. А уж тем более, если вы на машине едете, там тем более будет пыль. Очищение должно быть такое, которое не будет требовать дополнительных каких-то манипуляций, например, чтобы его еще дополнительно смывать водой. Поэтому в этом плане хорошо подходят различные средства, которые можно наносить и снимать прям сразу. То есть это мицеллярные воды различные, это различные лосьоны для снятия макияжа, для очищения. У мицеллярной воды, к сожалению, будет ограничение, ее нельзя проносить в большом объеме в салон самолета. И в принципе, в принципе, желательно, я даю вообще предпочтение средствам, которые на гелевой основе. Во-первых, они легче транспортируются, во-вторых, их проще дозировать. Ну и в частности, блефорогель очищения идеальный способ для того, чтобы очистить в том числе и чувствительную кожу век, и снять макияж. Поэтому такие средства лучше с собой, конечно, брать в косметичку. Второе, что нам потребуется, это увлажнение. Так или иначе, особенно если у нас кондиционер, кожа будет сохнуть. Естественно, крем для лица, к которому вы привыкли, можно взять какой-нибудь маленький пробничек, если ваша косметическая фирма его выпускает. Если такой возможности нет, то какое-нибудь любое увлажнение, например, гели, увлажняющие в маленьких упаковочках, или, допустим, для кожи век идеально подойдет блефорогель-1, поскольку у него флакончик всего 15 мл, и это допустимо к проносу, скажем так, в салон самолета. Ну и в обычной косметичке, если вы едете поездом, тоже нет никакой проблемы его с собой возить. Это будет увлажнение для век. И, естественно, увлажнение для кожи, не только для кожи, но и для конъюнктивы. Глаза у нас тоже будут сохнуть, тоже будут сохнуть кондиционеры, поэтому берите с собой увлажняющие капли. И на основе гипермелоза, на основе других каких-то средств, к которым вы привыкли, которые вам удобны. Если у этого средства есть так называемые монодозы, которые можно использовать разово, вы можете их просто положить с собой, взять с собой, разово использовать, и потом, в общем-то, выкинуть эту упаковочку. Она обычно не больше 5 мл. Что нам еще может понадобиться? Если вы едете в длительный отпуск на 2 недели, а некоторые могут позволить себе взять 3-4 недели, то, естественно, вам потребуются средства, которые обеспечивают вашу защиту. Для кожи тела, все знают, что это для кожи лица, это кремы солнцезащитные, с SPF-фактором и так далее. Что мы можем сделать для глаз? Для глаз мы также можем использовать увлажняющие средства. Возьмите еще на всякий случай с собой средства, которые проверены именно для вас в плане чего? В плане аллергической реакции. Не всегда известно, что будет на отдыхе, на какую пыльцу, если вы едете в другую страну или в другой регион, у вас может начаться аллергия. Поэтому, если вы знаете, что вы склонны к аллергии, лучше с собой взять какие-то лекарства. Это могут быть препараты системные, к которым вы привыкли, которые вам выписал уже аллерголог, или вы сами знаете по опыту, что они вам помогают. Это будут капли мази, которые вам снимают зуд и аллергию на веках, на глазах. Чаще всего это капли какие-то. Естественно, желательно взять с собой проверенные антибактериальные капли, которым вы когда-то лечили конъюнктивиты. Почему? Поскольку вы будете, скорее всего, если поедете на отдых на море, вы будете находиться в воде. В воде очень много микроорганизмов. И неизвестно, будет у вас конъюнктивит или не будет. Но если он будет, то в незнакомой стране будет довольно тяжело найти препарат, который будет соответствовать вашим ожиданиям и который вам вообще продадут. Давайте не забывать об этом, что антибактериальные препараты не всегда еще продаются без рецепта. Чтобы не попасть в дурацкую ситуацию, когда у вас гноятся глаза, краснеют глаза после купания, лучше взять с собой маленький флакончик. Как правило, глазные капли небольшого размера, их можно спокойно с собой проносить и в салон самолета, а уж тем более в багаж сдавать. Естественно, любые средства, которыми вы пользуетесь всегда. То есть, если вы знаете, что у вас хроническое какое-то заболевание, вы обязательно берете эти препараты с собой, в том числе и глазные. Естественно, я советую обычно по минимуму брать косметики, поскольку на отдыхе она, как правило, не пригождается. И брать самые такие гипоаллергенные и простые варианты этой косметики, если вам она так необходима. Я имею в виду декоративную косметику в первую очередь. Естественно, перед отъездом, конечно, лучше проверить себя, скажем так, если нет возможности подойти к врачу и пройти диспансеризацию, скажем так. Просто выделить часик, подумать о том, где у вас болит, что болит, что может еще пригодиться. Потому что на отдыхе бывают разные ситуации. И, конечно, все предугадать невозможно, это понятно. Но какие-то базовые вещи, которые вы знаете, что могут у вас обостриться, лучше все-таки лечение от них иметь с собой. Ну и, естественно, не забывать о регулярных осмотрах. Так вы сможете сэкономить себе время, нервы. И, естественно, у вас не будет испорченного отдыха. Ну и, естественно, не болейте. Будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!